Как подцепить короля? Все очень просто. Мужчины делятся на несколько категорий. На тех, кто попроще, на тех, кто покруче, и на тех, кто вау, в топе. Конечно, те мужики, которые стоят на верхней ступени, скажем так, эволюции, они видели все. Иногда с детства, иногда просто с нуля начинали продавцами помидоров и поднялись до полубогов. У них роскошная жизнь, красивые машины, квартиры, дома. Они обеспеченные, они умные, щедрые. Это их одна сторона. Что на их второй стороне? Это дано узнать не каждому. Это куча скелетов в шкафу, очень сложный часто характер, вынос мозга, требования, ревность, желание обладать или порой слабости и комплексы, которые можно под себя подломить при желании. Я расскажу вам, девочки, как подцепить короля. Мы обходим мелкую, скажем так, сошку. Это просто ребят, которые еще даже не созрели, еще сами не знают, чего хотят. Они пока еще молодые, хотят погулять, поиметь, попользоваться и пойти дальше. Мы обходим средний уровень. Это нормальные такие работяги, клевые мужики, верные мужья, хороший замуж и все. Раз в год поездка в Турцию, несколько раз в год шоппинг, вкусно накрытый стол, оплаченные счета. Это тоже обходим. Переходим в топ. Мужик, который видел все, практически все уже видел, знает, пробовал на вкус, на цвет. Его очень сложно удивить, его очень сложно зацепить, его очень сложно сдвинуть с места. Ему должно стать интересно, раз. Во-вторых, ему нужны эмоции. У каждого мужика свои слабости. Кому-то нравится пошлые женщины, кому-то нравится умные, кому-то нравится, скажем так, вульгарные, вот эти все переделанные, а кому-то наоборот нравится домашние, верные, которые опускают глаза вниз. Это зависит от его воспитания, от семьи, в которой он вырос, от круга, в котором он вертится, от его психологии, очень часто от его религии. Вы должны перед собой поставить цель. Вот этот человек, Эли, Вали, Антон, я не знаю, Мамед, Сергей, я хочу его. Все. Вы начинаете над этим работать. Правильно? Первое, постарайтесь его удивить. Второе, как бы он за вами не стал ухаживать, как бы он не стал бросать к вашим ногам вселенную, не ловитесь. Мужики, сверху, как только получают все, что хотят, им уже становится неинтересно, не давайте, пересмотрите сотню раз фильм «Красотка». Капризничайте, ломайтесь, но при этом не будьте занудой, не будьте, знаете, наигранной. Просто дайте ему понять, что чувак, таких как ты, у меня есть все равно несколько. Каким бы ты ни был суперским, невероятным, красивым, богатым, эффектом, у меня есть варианты. Не ты так другой, не с тобой так с другим. Понимаете, это мужики обожают, когда боятся потерять свою женщину. Она не как вот просто вот пульт от телевизора, дали ему пульт и все, и он меняет каналы. Мужик боится, когда есть второй пульт у кого-то другого, и он сейчас переключит на другой канал. Вот это их начинает задевать. Обязательно станьте ему интересной, станьте недоступной, но в то же время легкой на подъем. Станьте комфортной, интересуйтесь им, говорите на его языке. Чувство, не наигранный будьте, не нужно стараться его взять вот этим, понимаете, вот этим, вот этим, да, к этому тоже можно дойти. У каждого мужика есть свое слабое место. Кому-то нужна постель, кому-то нужен борщ на столе, кому-то нужна верная жена, дома, которая будет воспитывать детей, кому-то нужна подруга по жизни, которая пнет его взад, и он еще больше заработает миллионов. Понимаете? Будьте именно той, о которой он мечтает, но все равно подделывайте его под себя. Станьте интересны своему мужику. Обязательно. Не думайте, что путь к сердцу мужика лежит только через его желудок. Это про дедушкины сказки «Оставьте про бабушки». Забыли? Найдите к нему свой путь. У мужика есть четыре пути. Это его мозг, это его глаза, это его, вы сами понимаете, что, и это его желудок. Найдите путь. Либо вы проходите его жизнь через желудок, либо через его глаза, когда вы охрененные, просто обалденные, через желудок, когда вы готовите божественно, ставьте на стол первый, второй, компот, борщи, дол, третий, когда вы умные, он чувствует вас, он мыслит, как вы, он видит гениального друга. И последнее, когда вы, вау, вы там творите, вот просто летаете, мужик может раствориться в этом. Но, если вы действительно хотите быть королевой, из каждого, из этих четырех бонусов, из того, из желудка, из глаз, который видит вас, из мозгов, возьмите по многу, приготовьте такой замечательный шейк и поставьте ему, пусть он его пьет. И он никогда в жизни не устанет, не устанет от женщины, которая вкусно готовит, прекрасно греет постель, великолепно думает о доме, о нем, о всем, и прекрасно, фантастически, офигительно выглядит и в 40, и в 50, и в 60. Будьте богиней, и тогда у вас будет Бог.